Уважаемые коллеги, очень признательно обществу онкопатологов. Благодаря приглашению Вячеслава Николаевича я и занялась аудитом наших протоколов. И провожу его с той же частотой, как проходят наши конференции по опухолям желудочно-кишечного тракта. Это становится уже привычкой моей. Хотя должна вам признаться, что на самом деле это не просто хорошая привычка, это функциональная обязанность заведующего патолого-анатомическим отделением. Заведующий патолого-анатомическим отделением должен создать ресурс, то есть обучить своих коллег и контролировать этот процесс. Потому что, к сожалению, управленческий цикл так выстроен, что без контроля эти процессы затухают. По поводу рака прямой кишки. За три года прооперировано 149 пациентов. Полные записи в регистре имеются у 134 пациентов, это 89%. Распределены по стадиям все случаи следующим образом. Первая стадия 4%, вторая 14%, третья стадия ПТ, самая многочисленная 62% и четвертая стадия распространенности опухоли была у 21 пациента. По статусу лимфатических узлов в большинстве случаев был статус Н0, 66%, 16% статус Н1 и 18% статус Н2. Напомню вам критерий качества выполнения тотальной мезоректомектомии. То есть сохранная фасция – это хорошее качество. Поврежденная фасция – это удовлетворительное качество. И наличие мышечной оболочки, вернее переход линии резекции на мышечный слой кишки – это плохое качество мезоректомектомии. Значит, по нашему регистру из 134 мезоректомектомий хорошее качество было в 131 случае – это 97,8%. Интермезоректально выделено 3 прямых кишки – это всего 2%. Среднее количество лимфатических узлов – 14,9%. Меньше 12 лимфоузлов было в 42% случаев. И должна обратить ваше внимание, что если тотальная мезоректомектомия выполняется после химио-лучевой терапии, вот у нас 44% таких мезоректомектомий, то среднее количество лимфоузлов в этом случае – 10,9%. И в 75% случаев после химио-лучевой терапии мы обнаруживаем меньше 12 лимфатических узлов. Здесь представлен аудит качества мезоректомектомии у наших хирургов. То есть в зависимости от стажа, то есть от опыта хирурга и от его операционной активности операционной. В общем-то, у всех, все демонстрируют хорошее качество мезоректомектомии. Неполные мезоректомектомии выполнены заведующим и еще одним очень опытным хирургом, который имеет высокую оперативную активность. Это связано с тем, что они, конечно, берут самые тяжелые случаи. Тут, наверное, дело не столько в хирурге, сколько в пациенте. Они каждый год анализируют свое качество. У них, представляя годовой отчет отделения на внутрибольничной конференции, у них эти данные всегда имеются. По поводу рака ободочной кишки прооперировано 406 пациентов. Полные записи у 93% пациентов в регистре. Распределены они по стадиям следующим образом. По распространенности опухоли Т1 – 4%, Т2 – 32%, Т3 – 49% и Т4 – 15%. Больше половины случаев имели статус Н0, Н1 – 27% и 17,5% – это Н2. Мезоколонектомии проанализировано 377 записей в регистре. Плоскость выделения мезоколическая фасция у 79%, интермезоколическое выделение у 21% пациентов. Среднее количество лимфатических узлов – 21,7%. Меньше 12 лимфоузлов в 15% случаев. Таким образом, по хирургам распределено. Они все внимательно изучают качество своей работы и делают соответствующие выводы. Обращаю ваше внимание на следующую работу Ника Веста и Фил Кверка. Они проанализировали результаты патологоанатомического исследования препарата с целью пригодности этого критерия для сравнения оценки качества хирургического вмешательства. Очень интересные выводы. Оценка качества хирургического препарата будет зависеть не только от качества хирургии, но и от уровня подготовки патологоанатома. Сравнивались два крупных центра, серьезных центра. Один центр расположен в Дании, и второй центр в Соединенном Королевстве, где, собственно говоря, и работают Фил Кверк и Ника Вест. Участвовали четыре патологоанатома, два хирурга, и было два раунда по 50 препаратов. Это в рамках программы обучения все происходило. Первый раунд, 50 препаратов, полученные очень серьезные расхождения в оценке результатов патологоанатомического исследования среди патологов. Была проведена процедура согласования самого протокола оценки, и во втором раунде 50 препаратов посмотрели. Расхождений было мало среди патологов, работающих в одном центре, но между центрами достаточно большое количество расхождений сохранилось. И в этом исследовании был сделан вывод, что значительные различия в патологоанатомической оценке качества препаратов толстой кишки между центрами. Получено хорошее согласие внутри центра, и они не рекомендуют использовать патологоанатомическую оценку качества препаратов в клинических исследованиях. И следует проявлять осторожность при сравнении результатов между различными больницами. Обращаю ваше внимание на такой факт. Теперь в отношении наших протоколов. В соответствии с рекомендациями Королевской коллегии патологов, индикаторные параметры оцениваются в серии из 50 препаратов, оцененных одним патологом. Среднее число исследованных лимфатических узлов должно быть не менее 12. Частота вовлечения сирозной оболочки как минимум 20% для ободочной кишки. В Великобритании во многих центрах 30-40%. И выявление венозной инвазии как минимум в 30%. То есть это вот такие контрольные точки. Качество нашей работы. В нашем отделении здесь приведены в сравнении с анализом, который был произведен в 2019 году. Частота выявления вовлечения сирозной оболочки в 2019 году была 10%. Сейчас она выросла до 16%. Все врачи продемонстрировали большую приверженность. Но я должна сказать, что очень сильно помогает видеофиксация. То есть если раньше мы не фиксировали состояние сирозной оболочки, после того, как мы сделали обязательно видеофиксацию, ну фотофиксацию состояния сирозной оболочки, сразу люди начали на это обращать внимание. И, как вы видите, повысилось выявление вовлечения сирозной оболочки. Но до 20% не дошло. Частота выявления экстрамуральной венозной инвазии также увеличилась с 13% до 23% после того, как мы, по сути, занялись аудитом своих протоколов. То есть когда начали обращать внимание на то, что это будет оценено потом в серии из большого количества препаратов. Как видите, все врачи практически продемонстрировали, что я думаю, что стали внимательнее к этому относиться. И на вырезке, конечно, стали больше брать препаратов. Потому что этот параметр зависит от полноты исследования препарата. От полноты исследования мезоректом в зоне инвазии. Мезозаколом в зоне инвазии. Среднее количество лимфатических узлов тоже увеличилось с 20% до 22%. Выявление прогностических факторов. Хайгрейт аденокарциномы в 2021 году 16% случаев. Лимфоваскулярная инвазия, как вы видите, тоже благодаря увеличению полноты исследования увеличилась в 2 раза. Венозная инвазия, я уже об этом говорила, также возросла на 10%. Переневральная инвазия мы тоже видим. Рост. Неадекватное количество исследованных лимфатических узлов, но, к сожалению, процент повысился. Менее 12 лимфатических узлов мы стали выявлять чуть чаще. И вот в целях улучшения междисциплинарного взаимодействия я вот перед нашей конференцией провела анкетирование у всех членов нашей мультидисциплинарной команды. Я просила коллапрактологов, патологов и онкологов-химиотерапевтов. Это анкетирование было анонимным, но попросила указать стаж работы врача и указать, занимается ли доктор исследованиями научными. Все сказали, что все занимаются научными исследованиями. Вопросы были следующие. Какие данные из патоморфологического заключения для вас более важны? Это вопросы к хирургам и к химиотерапевтам. Насколько объективна оценка этих данных патологам? Как вы считаете? И на какие данные патоморфологического протокола вы не обращаете внимания при принятии решений? Удовлетворены ли вы патоморфологическим исследованиям, полнотой его и сроками? В общем-то, предложены были все параметры, которые мы указываем в своем заключении. Я не буду их перечислять. Я думаю, что то же самое и в ваших заключениях фигурирует. Результаты анкетирования следующие. Химиотерапевты приняли участие в анкетировании 5 человек. Стаж работы от 11 до 18. Все, как я сказала, участвуют в научных исследованиях. Считают патоморфологическую оценку объективной и верят ей безоговорочно. Удовлетворены полнотой заключения и сроками исследования. Два из пяти отметили, как неважно. Состояние опекального лимфоузла, наличие опухолевых депозитов и их количество. Туморбадинг, переневральный рост, наличие фоновой патологии. Кулапрактологи. Таковых у нас 10 человек. Стаж работы от 2 до 38 лет. Два из 10 отметили, неважно. Противоопухолевый иммунный ответ имелось в виду выраженность инфильтрации лимфоцитарной в опухоли и в паротуморозной зоне. Туморбадинг и переневральный рост. Пять из 10 отметили, что оценка стадии Т, Т3, Т4 не всегда объективна. И указали на необходимость мультидисциплинарной оценки. И мы сразу же внесли изменения. У нас теперь обязательно хирург оценивает состояние брюшина над опухолью и указывает свое мнение в направительном документе. И в направлениях указывается результат МРТ или КТ. То есть клиническое стадирование. Три из 10 коллапрактологов полагают, что лимфатических слов должно было бы быть больше, чем нашли патологи. При этом все удовлетворены полнотой заключения и сроками. Патологоанатомы, на них несколько иная, была анкета. Они считают эту работу важной и нужной, целиком зависящей от качества макроскопической оценки и вырезки. 7 из 13 отметили отсутствие направлений данных о предоперационном химиолочевом лечении. То есть имеют претензию к направлению, к коллапрактологе оповещены о результатах анкетирования. Таким образом, такой вот взгляд с высоты птичьего полета на наш регистр помогает нам становиться лучше. Качество – это степень соответствия. Благодарю.